Там камень. Когда он летал на Ан-26 военно-транспорте, когда вот вез этот памятник Александра Невского сюда, то он увидел этот камень, так сказать, вот. А потом стал выбирать место. Так лучше бы самого спросить, на самом деле. А где он сейчас здесь? Ну, вообще, у него там участок земельный. Я не знаю, есть он там или нет, так сказать. Надо же звонить. В гости ходят, перед этим спрашивают разрешение. Как Винни-Пух. А так, он это дело опубликовал, в интернете есть, на сайте Фонда Качек, который он руководит. И там написано, что к нему на участок прилетело три сокола, так сказать. Сели, он долго разгадывал, так сказать, это все. Как раз часовня была готова, не знал, куда поставить, так сказать. А когда летал на самолете, он этот камень увидел. И потом пошел искать. Одно дело сверху увидеть камень, а другое дело, так сказать, найти его на земле, на воде. Он не был в воде, а камень-то, так сказать. И потом на воде сделал конструкцию, которая, так сказать, крепит его. Это очень мощная конструкция, так сказать. Более того, он эту часовню, так сказать, ну, по сути, внутрь-то не войти. Это, так сказать, как символ памятника, да, это часовня Святого Трифона. И она, там, иконы, так сказать, сделаны, соответственно. Да, и он сделал систему звона колокольного, так сказать, автоматизировано. Она включалась. Правда, недавно и обокрали эту часовню, так сказать. Не знаю, где-то нехороший человек его встретил. Но он восстановит, так сказать, тут даже сомнений нет. И колокольный звон слышен в Эстонии, так сказать, на той стороне, в округе, так сказать. Вот красивый колокольный звон. Он с программным софтом. А вот место, предположительно, битвы, как вот по-вашему? Где могла быть? Ну, не знаю. Вот отсюда как-то можно обозреть это? Да, вот, взглядите, я не великий специалист в области, значит, вот именно битвы готового побоища. Я адресую, опять же, вот недавно прошли Александра Розеновские чтения, которые в Скове проводил отец Олег ТЭУ. И там Александр Александрович Резнюк выступал с докладом. Он утверждает, что он нашел, значит, вороний камень, так сказать, в беде. Но пока он в докладе сообщил о подходах к поискам, так сказать, камня, видимо, сомневается в этом. Поэтому при этом он, ну, во-первых, как я уже говорил, много летал над этой территорией, да, так сказать. И он все излазил, исползал. И, в общем-то, изучил многие источники, так сказать. Поэтому Аль-Караевские экспедиции, ну, опять же, по его словам, я не великий специалист, немножко не повезло, так сказать. Все же, тут, видимо, звезды не сошлись, да, так сказать, найти чего-то. Ну, еще раз, вот, адресую к этой статье. Сегодня вам выданы материалы, почитайте их внимательно. Хорошо, спасибо, я изучил. Спасибо вам.